Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания, то прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего, Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее Во имя Отца и Сына и Святаго Духа От Матфея святое благовествование Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников И говорите, если бы мы были во дне отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков Таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков Дополняйте же меру отцов ваших, змеи порождения ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле От крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником Истинно говорю вам, что все сие придет, народ сей Иерусалим, Иерусалим избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья И вы не захотели Все оставляется вам дом ваш пуст Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне Доколе не воскликните Благословен гряды во имя Господне Горе вам, книжницы, фарисеи и лицемери Яко зиждите гробы пророческие И красите раки праведных И глаголите А щебыхом были во дни отец наших Небыхом убо общницы им были в крови пророк Чем же сами свидетельствуете себе Яко сыновь из те избивших пророки И вы исполните меру отец ваших Змея порождения хидного Как вы убежите отсюда огня гиенского Сигурадисиас послю к вам пророки Премудрые книжники И от них убиете и распните И от них биете на солнечек ваших И женете от града во град Яко да придет на вы всяка кровь праведна Проливаемая на земли От крови Авеля праведного До крови Захарии, сына Варахиина Его же убийстве между церковью и алтарем Аминь глаголю вам Яко придет вся сия народ сей Иерусалиме, Иерусалиме Избивай пророки И каменьем побивай посланные к нему Коль крат и восхотек собрать И чада твоя Яко же собирает кокуш пенцы своя Под крыле и не восхотесте Все оставляется вам Дом ваш пуст Глаголю по вам Яко не имати меня Видите от сели Дон дежири чече Благословен гряды Во имя Господне Брат сказал Почему отче нет у меня сокрушения Старец отвечал Потому что нет у нас страха Божия И что, соделавшись вместилищем всякого зла Мы презираем страшный суд Как простую мысль Ибо кто не сокрушится Слыша слово Моисея Которое от лица Божия Говорит о грешниках Огнь возгорится от ярости Моия Разжется до ада Преисподнего и прочее Также слово Исаии Который говорит Кто возвестит вам Яко огонь горит Кто возвестит вам место вечное Изыдут И узрят трупы человеков Приступивших мне Черев бы их не скончается И огонь их не угаснет И будут в позор всякой плоти И Еремии Который говорит Дадите Господу Богу Вашему славу Прежде даже не смеркнется И прежде даже не приткнутся Нозе ваших горам темным И пождите света И там усень смертная И положения будут во мрак И опять Слышите сия Люди Буи Не имеющие сердца И же ему Ще очи Не видите И уши Не слышите Меня ли не убоитесь Речи Господь Или от лица моего Не устыдитесь Кто не ужаснется Слыша слово Изекииля Который говорит Ныне Изблизу Излию Гнев Мой на тебя И скончаю Ярость мою на тебе И усужду Тя по путям Твоим И дам на тебя Вся мерзости Твоя Не пощадит Око мое И не помилую И познайше Яко Аз Господь Бияй Кто не сокрушится Слыша слово Даниила Подробно описывающего День страшного суда Зрях Говорит он Донди же Престоле Поставишися И ветхий День Меседи Река Огнена Течаше Исходяще Пред ним Тысяча Тысяч Служащего Ему И тьмы Тем Предстояху Ему И прочее Вострепета Дух мой В состоянии Моем Аз Даниил И видение Главы Моя Смущах Умя Кто не убоится От слов Давида Который Говорит Единую Глагола Бог Двое Сия Слышах За Не держава Глава Ибо 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 и провидя, Иеремия говорит, «Проклят человек, творяй дело Господне с небрежением!» Ибо если бы мы имели попечение спасения душ наших, то трепетали бы Слово Божие и старались бы исполнять заповеди Его, от которых спасение. Но мы, слыша Слово Господа, внидите узкими враты, вводящими в живот, предпочитаем пространные и широкие, вводящие в пагубу. Потому, когда придет Он с небес судить живых и мертвых, мы услышим от Него, «Идите от Мне, проклятый Его огонь вечный, уготованный дьяволу и акгелом Его!» И сие услышим мы не потому только, что творим зло, но и потому, что не родили о добре и не миловали ближнего. И если же к тому же творим мы зло, то как стерпим день он и страшный, так беспечно проводя жизнь свою? Древним сказано было через Моисея, «Не прелюбы сотвори, не уби!» Господь же, видя, что сегодня достаточно для совершенства христиан, говорил «Аминь глаголю вам!» Якоаще не избудет правда ваше паче книжники фарисей, не внидите в Царствие Божие! Потому заповедал нам освящение души, через которое освящается и тело, и с искреннюю ко всем любовью, коим можем стяжать любовь и к нему, чему образцом он показал сам себя и учеников своих, как часто было говорено. Какое же оправдание можем мы принесть в день тот, имея такие примеры, и все оставаясь в нерадении, оплакывая нас, сподобившихся такой благодати и живущих в такой беспечности или лучше преисполненных всякого зла? Иеремия говорит «Кто даст главе моей воду, и очи сем моим источник с лес, и плачуся день и ночь о народе сем?» А наш же говорит и Моисей «И еди, Иаков, и насытися, и отвержися возлюбленный, и прочее». И Михей «У люти мне души, яко погибе благочестивый от земли, и исправляющего в человецах несть, кижда ближнего своего озлобляет, и прочее». Также и псалмопевец «Спаси мя Господи, яко скуде преподобно, и прочее». И апостол, оплакывая нас, говорит «Несть творяй благостыню, несть даже до единого, гроб отверст гортань их, и прочее». Провидя такую жизнь нашу, он писал также Тимофею «Сие же вешть, яко в последние дни настанут времена люто, будут бы, человецы, самолюбцы, сребролюбцы, величавые, образ имущий благочестия, силы же его отвергшиеся. Горе оба нам, мы дошли до последней меры и зол, и поскажи мне, кто из нас невиновен в тех предсказанных грехах, и не исполняется ли на нас то пророчество? Не все ли мы чревоугодники? Не все ли сластолюбцы? Не все ли вещелюбцы? Не все ли гневливы? Не все ли злопамятливы? Не все ли изменники всякой добродетели? Не все ли поносители? Не все ли дерзкие? Не все ли братоненавистники? Не все ли величавы? Не все ли завистливы? Не все ли горды и тщеславны? Не все ли лицемеры и хитрецы? Не все ли нерадивы и беспечны о заповедях Спасителя? Не все ли мы исполнены всякого зла? Не все ли мы стали храмом идолов вместо храма Божия? Не все ли мы стали вместилищем злых духов вместо Духа Божия? Не все ли мы из сынов Божиих саделались с сынами гиены, и никто да не негодует, слыша сию истину? Ибо и те беззаконники говорили тогда, единого Отца има мы Бога, но услышали от Спасителя, вы Отца вашего дьявола есть те, и похоть у Отца вашего хощете творите. А мы разве не услышим от него подобного, будучи равны преступниками его заповедей? Апостол называет сынами Божиими, вводимых Духом Божиим. Елицебо говорит, Духом Божиим вводятся сии суть сынови Божии. Вводимые же Духом познаются от плодов духовных. Итак, посмотрим, есть ли у нас плоды духовные. Плод духовный есть, говорит тот же апостол, любы, радость, мир, долготерпение, благость, вера, кротость, воздержание. Есть ли же и в нас такие добродетели, и можем ли мы называться сынами Божиими? Господь научает, что рожденное от Духа Дух есть. Мы же соделались плотьми, походствующими на Духа. Потому праведно услышим от Него, не имать Дух мой пребывать и в человеческих сих занесуть плоть. Как же можем мы даже называться христианами, не имея в себе ничего Христова? Может быть, кто скажет, я имею веру, и вера, я же в Него, да влеет мне ко спасению. Но пусть послушает таковы, что говорит апостол Иаков, и бесы веруют, и трепещут, вера без дел, мертва есть во себе, как и дела без веры. Истинно уверовавшие во Христа и всего Его, вселившие в себя через заповеди, так говорили, «Живу не к тому ас, но живет во мне Христос. А я же ныне живу во плоти, веру и живу Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себе по мне». «Потому, страдая за Него ради спасения всех, как истинные ученики Его и искренние хранители заповеди Его, говорили, укоряем и благословляем и прочее, ибо слышали от Него «Любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас». Так через слова и дела обнаруживался действовавший в них Христос. Мы же во всем поступаем против Его заповедей, потому исполнились всякой нечистоты и лукавства, и соделались вместо храма Господня храмом купли, вместо дома молитвы вертепом разбойников, вместо рода святого родом грешным, вместо народа Божия народом исполненным грехов, вместо семени Духа Святого – семенем лукавым, вместо сынов Божьих – сынами беззаконными. Ибо, оставив заповеди Господни, работаем злым духом через нечистые страсти и прогневляем святого Израилева. Потому великая Исаия, оплакывая нас и вместе желая восстановить нас от падения нашего, вопиет, что еще уязвляется прилагающее беззаконие, всякая глава в болезнь и всякое сердце в печаль. И потом далее говорит, уставится через ионя, яко куща в винограде, яко овощное хранилище в вертограде, яко град воюймы. Такое же опустение души нашей показывая, апостол говорит, яко же неискусише имейте Бога в разуме, предаде их Бог в неискусен ум, творите неподобное. Потом прибавляет. Открывается гнев Божий с небесе на всякое нечестие и неправду человеков и прочее. Намекая на сие же опустение, и Господь говорил, Иерусалиме, Иерусалиме, избивши пророки, и камень им побивали посланные к тебе и прочее. Исаия же, опять провидя, как мы, монахи, совершая только внешние службы, не родим о делах духовных и остаемся ослепленными, говорил, «Услышите слово Господне, князи Содомстии, внемлите закону Божий, люди гуморстии, чтоми множество жертв ваших, и спустя немного руки бы ваши исполнены крови. По и лику ненавидей брата человекоубийца есть, то всякое подвижничество, не имеющее любви, чуждо Бога. Еще издалече, обличая наше лицемерие, Господь говорил, «Люди сии ус нами чтут мя, сердце же их далече отстоит от меня, всуи же чтут мя». Также и то, что Господь говорил в обличении фарисеев, относится к нам, лицемерам, которые, сподобие с такой благодати, живем еще хуже тех. Не связываем ли и мы бремен тяжких и неудобоносимых, и не возлагаем ли их на рамена людей, а сами и перстом не хотим коснуться их? Не творим ли и мы всех дел своих, да видим и будем человеки? Не любим ли и мы прежде возлежания на вечерях, прежде седания на сонмищах и целований на торжищах? Не любим ли и мы звать еще от человек учителю-учителю, и не вооружаемся ли злобно против тех, кои не воздают нам такой чести? Не взяли ли и мы ключ разумения, и не затворили ли царствие Божие сами, не входя, и другим не давая войти? Не переходим ли и мы морей и суши, чтобы сделать одного паразелита, и, когда, бывает, делаем его, сыном гиены, сугубейшим нас? Не слепы ли руководители и мы, отсеждающие комара и верблюда пожирающие? Не внешне ли только склянецы и блюда очищаем и мы, а внутри же исполнены хищения и нечистоты? Не устрояем ли и мы гробы мучеников? И не украшаем ли рак апостолов, а сами подобные и избившим их? Не гробы ли повапленные и мы, совне являющиеся людьми праведными, внутри же исполнены лицемерие и беззаконие? Кто же не восплачет о нас, когда мы таковы? Кто не возрыдает о таком нашем растлении? Сыны сиона честные, в минихум сяяко сосуды скудельные. На зареи иноки, сиявшие пачи снега, соделались эфиопами, белевшие пачи мляка, почернели пачи чернил. Обрачился пачи сажи, вид наш за умножение беззаконий наших, пачи беззаконий Содома, Сыны дня и света стали сынами ночи и тьмы, сыны царствия сынами гиены, сыны вышнего, яко человеки умираем, и яко един от князей падаем, преданы в руки врагов беззаконных, то есть злобных демонов, и царю неправедному и злейшему на всей земле, то есть их князю. Ибо согрешили, беззаконовали, неправдывали, приступив заповедь Господа Бога нашего и ни во что вменив кровь завета. Не предашь нас до конца имени ради Твоего, Святого Господи, и не разори завета Твоего, не остави милости своей от нас ради щедрот Твоих отче наш, и же и си на небесех, и благоутробия ради единородного сына Твоего, и ради милости Пресвятого Духа. Не помяни беззаконий наших древних, но скоро да предварят ны щедроты Твои Господи, яко обнищах им зело. Помози нам, Боже Спасителю наше, слава ради имени Твоего. Избави нас от беззаконий наших и помилуй нас, человеколюбие ради единородного сына Твоего, восседшего человечеством одесную Тебе. Да даруешь нам твердое упование спасения ради честной крови Его, которую излил Он за живот мира, ради святых апостолов Его и мучеников, проливших кровь свою за имя Его, ради святых отцов, пророков, патриархов, кои подвязались благоугодить Тебе. Не презри моления нашего и не остави нас в конец, не на правды наши надеясь, но на милость Твою, которую покрываешь Ты, рот наш, умоляем и просим благость Твою. Да не будет нам в суд, установленное во спасение наше единородным сыном Твоим, таинство. Не отвержен нас от Твоего лица, не возгнушайся недостоинством нашим, но помилуй нас по великой милости Твоей и по множеству щедрот очисти беззакония наши, да неосужденно представ пред лице славы Твоей сподобимся покрова единородного сына Твоего, ей, владыка, всесильный Господи, услышь моления наши. Разве бы Тебя и много Бога не вемы имя Твое именуем? Живые в помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворица, кричит Господи Везаступник Моиси, прибежище Мое, Бог Мой, и уповай на Него. Яко Той избавит Тя от сети ловчей и от слави семя тежно, плечма Своим осенит Тя и под крыльей Его надеяшися. Оружим обытит Тя истинно Его, не убоившись от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей бесополуденного. Падет от страны Твоя, Ты сащает молодесную Тебе, к Тебе же не приближится, обача очима Твоим осмотриши и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование Мое, вышнего положилось и прибежище Твоим, не придет к Тебе зло и рано не приближится Те лиси Твоему. Яко ангелам Своим заповестья Тебе сохраните Тя во всех путях Твоих, на руках возгнут Тя, да никогда преткнешься камень ногу Твою, на аспидой Василиска наступиши и попереши льва и змия. Яко намепова избавлю и покрыю и, яко позна имя Мое. Воззывет ко мне и услышу Его, с ним есть скорби, изму Его и прославлю Его, долготую дни исполню Его, явлю ему спасение Мое. Воззывет ко мне и услышу Его, помощь моя, помощь моя от Господа сотворшего неба и землю, не дающего смятения ноги Твои, я ниже воздремлет, храняй Тя, все не воздремлет, ниже уснет, храняя Израиля. Господь сохранит Тя, Господь покров Твой на руку десную Твою, во дни солнца не ожет Тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит Тебе от всякого зла, сохранит душу Твою, Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века. Исподоби нас, Владыка, содержавение не осуждено, смейте призывать и Тебе Небесного Бога, Богца и Твого Ти. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok